всем доброго дня или доброго вечера у кого какое время суток сегодняшний вебинар будет как раз посвящен теме торговой системы торгового алгоритма торговой системы на что стоит обратить внимание и из чего она состоит довольно необычно я начну этот вебинар начну с графиков и потом уже перейдем к некому виду резюмирования надеюсь что у меня это получится и постараюсь донести эту информацию потому что тема действительно непростая в ожиданиях людей конечно взять какую-то готовую торговую систему чуть ли не автоматическую которая будет работать и работать без боя к сожалению ну в таком виде наверное не получится иначе бы работали какие-то роботы постоянно без приключений без какой-либо там нагрузки на просадки но рынок меняется соответственно меняются правила торговой системы оптимизируется и это надо иметь в виду то есть нужно постоянно постоянно подстраиваться под рынок анализирует свою статистику даже если у вас есть робот то вы должны его постоянно оптимизировать под создающиеся новые условия ну прежде чем мы начнем по материалу несколько таких объявлений прежде всего конечно лучшая благодарность это лайк за это видео также не забывайте подписываться на канал чтобы не пропускать новые видео что касается темы этого видео как я уже сказал тема будет посвящена именно торговым системам виды торговых систем на что стоит обратить внимание и напомню что проходит сейчас регистрация на кормк на конкурс на демо счетах сам конкурс стартует 1 марта уже совсем совсем близко в этом же году поэтому не упустите свой шанс шанс поторговать без риска шанс взять приз шанс зарекомендовать себя как трейдер как управляющий или просто-напросто попретендовать на приз но моёк скажем так мой совет конечно хочется погнаться за призом не забывайте что у вас формируется особенно если вы начинаете привычки и нужно формировать хорошие привычки правильные привычки то есть то как вы будете дальнейшем торговать не нужно превышать рисков нужно тильтовать то есть делайте это грамотно даже если вы не сможете взять приз но вы по крайней мере будете закладывать кирпичик за кирпичиком правильные шаги в направлении к созданию вашей торговой системы да есть хороший очень хороший сервис это конструктор алгоритма для тех кто не знает и не понимает что такое алгоритм это для первого шага это отличный сервис для того чтобы построить скажем так первые сделать первый шаг созданию хотя бы продуманного алгоритма чтобы осознанно это происходило вы по крайней мере увидите на что стоит обращать внимание более детально конечно по всем сделкам по всем ключевым фактором торговой системы понимание характера входа обсуждаем в рамках закрытой группы на картеле то есть в школе трейдинга поэтому кто у кого будет желание более плотно поработать присоединяйтесь ну и еще раз лучшая благодарность это лайк и не не забывайте подписываться на канал потому что видео мы выходят много не только мои видео но и других спикеров поэтому не пропускайте присоединяйтесь и отслеживайте именно подписка даст вам быструю информацию о новых видео а сейчас мы переходим уже непосредственно к теме буду как сказал от скринов ситуации к уже резюмирование я думаю что так будет наиболее правильно потому что когда начинаешь именно с некого вида резюмирования тогда не по ним не складывается картинка кажется что вот схема рабочая схема в час я быстренько суда набросаю все будет работать поэтому сначала о тех нюансах которые имеет место быть и потом уже мы перейдем к резюмированию то есть с чего начать сейчас экран я включил и мы начнем сразу график до месячный это график будет недельный дневной график все очень часто мне спрашивают вопрос на каком таймфрейме торговать прежде всего нужно понимать что таймфрейм это лишь масштабирование графика просто в торговой платформе сделаны переходы между таймфреймами дневка там месячный график недельный 15 минут для комфорта трейдера чтобы он мог сжать этот период и посмотреть что более детально происходит в целом же если вы зайдете на какой-нибудь ресурс инвестинг инвиз и так далее и увидите что многие графики линейные то там нету в принципе таких разделений на таймфрейм и как 15 минутный дневной график вы просто скроллом мыши можете увеличить уменьшить график и посмотреть его более детально более сжатое или наоборот более глобально поэтому это сделано исключительно для удобства таймфрейм и свечи это просто для удобства в целом же вы просто смотрите ситуацию либо глобально либо локально поэтому в данном случае месячный график он глобально он захватывает аж 1997 год для чего я его привожу вот вы открываете график с чего начинается торговая система очень часто трейдеры начинают видеть или дорисовывать себе то что они хотят увидеть где-то купил где-то продал начинается не системные сделки попытка что-то где-то отработать из новостной ленты но это вы должны понять правильно всего лишь игра без четких цифр математических цифр статистических цифр у вас преимущество не будет это просто будет найти как ставка черная красная или zero поставил выиграл не выиграл отдельная сделка ну вы же приходите сюда не как на казино может быть кто-то хочет получить адреналин то это другая тема вы приходите систематично работать на рынке понимая то что этот бизнес влечет за собой отчасти убыточные сделки отчасти прибыльные сделки и именно задача торговой системы совместить сделать вот всю эту системность в прибыльную торговую систему то есть все цифры должны совпасть таким образом чтобы система работала она давала прибыль то есть чтобы ваш процент положительных сделок был настолько интересен чтобы вы по потенциалу имели прибыль или наоборот если процент положительных сделок невысок то потенциалом выбирать именно так чтобы торговая система работала дальше уже подключается волатильность то есть хватает инструмента волатильности чтобы вы достигли цели дальше подключается как Как долго по времени вы должны ждать, пока ваша цель осуществится. Поэтому я делаю некую отсылку на вебинар, который посвящен риск-менеджменту и мани-менеджменту. Обязательно посмотрите. Именно в этом вебинаре я обратил внимание на то, что в математике должно быть заложено. То есть какие цифры у вас математические должны быть, чтобы система заработала. То есть вы, прежде всего, должны идти от цифр своей статистики наработанной и дальше уже ее оптимизировать. Поэтому просто открыть график и сделать какое-то заключение, вывод этого недостаточно. То есть должна быть какая-то торговая система, должны быть какие-то правила на основании чего вы принимаете решение. Систем торговых может быть много. Я не буду никаких нареканий давать по поводу той или иной торговой системы. Если она статистически у вас работает, если вы можете четко просчитать риски и эффективность торговой системы, то никаких нареканий к ней не может быть. Поэтому, когда идет обсуждение, это плохая система, это хорошая система, это не обоснованно. Обоснованы цифры. То есть если цифры работают, значит система работает. Нужно понимать, опять же, ее максимальные риски. Какие экстраординарные, неожиданные случаи могут привести к тому или иному изменению торговой системы. Например, если мы берем акции, нужно учитывать гэпы. То есть если вы торгуете с переносом через ночь, вы должны понимать, что там случится гэп. Если вы торгуете Форекс круглосуточно, сквизы могут быть, но вероятность гораздо ниже. То есть эти факторы тоже закладываются. И те системы, которые идут от стопа или без стопов, тоже нужно просчитывать риск. Если вы торгуете без стопов, и это инвестиционно, то вы должны понимать, сколько вы выделяете капитал на каждую отдельную идею. Если вы торгуете от стопа, вы должны понимать, сколько вы теряете в случае срабатывания стопа. То есть все эти факторы должны быть прописаны. Поэтому, когда открывается график, дальше идет уже работа над торговой системой. А идеи могут быть разные. Например, это может быть фундаментальная идея. Да, многие пропагандируют фундаментальный подход, потому что это, ну скажем, по ощущениям кажется обоснованным. Вот есть цифры, и от них никуда не уйдешь. Но, к сожалению, для многих фундаменталистов с таймингом могут быть большие вопросы. Поэтому, помимо каких-то здравых идей, здесь должны быть тоже какие-то определенные драйверы, определенные, скажем, спусковые точки или паттерны, которые запускают процесс принятия решений. И опять же, нужно понимать, какой вы риск выделяете, когда вы будете отступать. Например, если посмотреть на фундаментальные данные, национальный депт, то есть US National Debt. Задолженность колоссальная. При этом Gross Domestic Product далеко не покрывает даже National Debt. Это отдельные цифры, 125% задолженность от ВВП. То есть, если посмотреть на те же цифры инфляции, инфляция разгоняется. ФРС собирается поднимать процентные ставки в связи с этим, пока она еще на уровне 0,25%, как мы видим. И последние значения были без изменений, но риторика идет все более жестко и жестко. И сейчас мир просто, финансовый мир гадает, насколько жестко будет следовать ФРС, насколько жестко будут они действовать в своей монетарной политике. Будет поднятие на 0,25%, на 0,5% сколько раз? 3-5 раз. То есть, вот вокруг этого сейчас все идет, вся беседа. Понятно, что как только резко начнут прибивать инфляцию, как только резко начнут поднимать процентные ставки, бизнес-цикл может подойти к завершению. А ликвидность рынка уйти. Это будет неким таким шоковым состоянием. Пока ликвидности на рынке много, рынок пытается что-то где-то откупать, где-то проявлять признаки оптимизма, поэтому вот эта дистрибуция где-то еще продолжается. С точки зрения, опять же, цифр ESM, Manufacturing PMI, которые очень близко коррелируются с MP500, с ВВП, мы видим, что вроде как бизнес-цикл подходит к концу, но рынок еще дергается, рынок еще ответственно не упал. То есть, даже здесь мы видим, что тайминг может не совпадать. Поэтому любая фундаментальная идея, опять же, если шилеровский P&E показатель посмотреть, мы уже приблизились к уровням 2000-х годов, когда был датком кризис. Но кризис даткомов сопровождался с очень многими компаниями-пустышками. Так это сейчас или не так, вы можете убедиться, посмотреть. Да, очень много тоже появилось компаний, которые необоснованно взлетели на новые высоты просто на ожиданиях или просто на разогретом спекулятивном интересе. Поэтому приходит время, когда компании подобные лопаются, лопается пузырь, и рынок возвращается в свое среднеизвешенное состояние. В одном из вебинаров я также показывал, за счет чего произошел такой мощный рывок рынка за последнее время, и что там его значение 2-300, это вполне нормально. Байбеки компании. Будут ли компании дальше байбеками заниматься или не будут, опять же, отдельный вопрос. Или они будут уже ждать, пока рынок начнет присаживаться, и там поддерживать рынок. То есть это все может быть скрыто от простого наблюдателя, и происходить это тогда, когда никто не ожидает, или самый необходимый момент. Поэтому с точки зрения фундаменталистов, многие факторы, к сожалению, остаются скрытыми. Поэтому, когда вы заходите как фундаменталист, все равно должен быть какой-то риск, принятие риска и принятие, где вы отступаете. Особенно, если вы заходите от позиции шарта, то есть продажи в короткую. Иначе дистрибуция может просто вас опустошить очень сильно, а коррекцию дождаться или падения ожидаемого не хватит просто ни сил, ни капитал. Но, тем не менее, я не отрицаю, что можно работать от фундаментального подхода. Если у вас есть подход, выверенная стратегия, я ни в коем случае не отрицаю этого. Я пользуюсь фундаментальным подходом, но только как подтверждающий фактор, только если есть какие-то триггеры уже непосредственно технические. Отчасти люди приходят к индикаторным торговым системам. Плохо это или хорошо, известно, что индикаторы следуют за ценой. Не опережаются, они следуют за ценой. То есть это как запаздывающий фактор принятия решения. Чем хороши индикаторы, вы можете четко прописать принятие решения. То есть пересечение скользящих, какой-нибудь RSI или шимоку и так далее. То есть есть четкие правила, набор правил, согласно которым вы принимаете решение. Но эти правила будут запаздывающими, вы будете получать, скорее всего, запаздывающий вход. Соответственно, нужно понимать те нюансы математики, которые будут работать. Хватит ли вам потенциала, насколько будет стоп-лосс соответствовать волатильности инструмента и вообще будет ли работать подобный подход. Если вы прописали, если у вас это работает, то это доходит чуть ли не до того, чтобы можно прописать в роботу. Но опять же здесь нужно держать руку на пульсе и вовремя уметь перепрописать, если система перестает работать. Например, волатильность сжимается, не хватает просто потенциала. У вас большой стоп, волатильность небольшая, инструмент много не ходит, сбивает ваши стопы, процент положительных сделок небольшой. А вход запаздывающий. То есть есть там классически известные торговые подходы на пересечении скользящих. Например, здесь скользящие пересеклись, но вы получили вход аж только здесь на продажу. Соответственно, потенциал не дожали, инструмент пошел выше. Вы получили, опять же, при пересечении скользящих средних, получили вход только здесь, а рынок уже прошел львиную долю. Пока вы перестроились, пока инструмент пересекся вновь на продажу, вы уже львиную долю прибыли потеряли, а зашли под самый низ. Ну то есть я к тому, что это может быть запаздывающе. Но если вы сумели приспособиться к индикаторным торговым системам, опять же, это ваш выбор, вы можете с этим работать. Но самое важное – понимать цифры. Опять же, я ни в коем случае не буду критиковать какую-либо торговую систему. Это ваше принципиальное решение. Я же говорю пока с точки зрения своего опыта, я пользовался в свое время индикаторными торговыми системами, проверял, изучал книжку торговля. Какая-то книжка была «Индикаторные системы фьючерсных рынков». Ну, надо посмотреть, там целая книжка, и она полностью посвящена вот этим индикаторам. То есть буквально каждый индикатор я проверял, пытался его встроить, но, честно говоря, из этого ничего хорошего не вышло. То есть многие входы, они действительно, что там Parabolixar, что Ishimoku, что скользящие средние, даже Bollinger Bands, он только подтверждающий некоторый фактор, который позволяет оценить волатильность. То есть проблема любой индикаторной системы – это запаздывающий вход. Да, многие пользуются там 200-дневными скользящими средними или 50-дневными скользящими средними, но больше как ориентир к трендовости. То есть на каком тренде рынок находится, на бычьем или медвежьем. Я специально сейчас показываю, чтобы было представление, что торговых систем может быть действительно большое множество. И вы можете выбрать одну из… любую торговую систему, занять свою нишу, которая наиболее близка для вас. Конечно, для трейдера, который эмоционально неустойчив, которому нужно постоянно вот это движение, экшен, он может, к сожалению, дисциплинарно выбиваться из торговой системы. То есть будет постоянное желание где-то влезть, где-то поспешить, где-то сделать, принять быстрое решение. Это будет наслаивать определенное… будет иметь свои негативные последствия в торговой системе, частых тильтов, частых перезаходов. Естественно, будет падать процент положительных сделок. То есть тут фактор дисциплины, он имеет место быть. Это обязательный фактор. Трейдер должен уметь ждать, как на рыбалке, можно сказать, или как на охоте. Уметь выждать наиболее правильный момент, чтобы получить наиболее сильную точку входа с точки зрения вероятности и с точки зрения постановки обоснованного стопа. Дальше мы уже приходим к уровням на торговой системе. То есть да, можно там скользящий средний использовать как некий индикатор трендовости рынка. Но здесь уже трейдер, когда выстраивает подход от уровня, он понимает, где его риск и где происходит ключевая борьба. Он видит, где вот находится борьба, где примерно находится объем, в каком диапазоне. И уже от этой точки можно начинать строить торговую систему. Вы понимаете, где точка разворота, точка смены сценария. И от нее уже можно выстраивать ожидания. То есть где рынок меняет свое направление, где меняется ваш сценарий, где будет ваш обоснованный стоп и какой потенциал можно из этого выжать. То есть я специально привел те ключевые уровни, на которых, например, сейчас находятся на дневном графике S&P 500. То есть мы видим, здесь была остановка цены с ложным пробоем. Здесь рынок проводил борьбу, хотя мы видим, что довольно глубокие ложные пробои и здесь. То есть да, вот такой сейчас рынок. И поэтому это еще одна причина, почему необходимо уметь выжидать. Выжидать наиболее правильного момента. Не торопиться. Это самое сложное для трейдера. Можно, конечно, как я уже сказал, добавлять Bollinger Bands. Я их использую обычно на дневном графике или на недельном графике для того, чаще на недельном, для того, чтобы просто оценивать волатильность рынка. Но ни в коем случае не для первостепенного принятия решения. Это просто как оценка волатильности. Оценка, насколько рынок волатильен, сколько можно с него будет забрать. И оценить с точки постановки стопа, имеет ли это место быть. Идем дальше. Дальше вы уже начинаете работать непосредственно с графиком. Вот, например, 15-минутный график. То есть посмотрите, как ведет себя индекс сейчас S&P. Упали, отконсолидировались. Сначала идет всплеск волатильности, и только потом рынок падает. То же самое здесь. То есть нужно готовиться к тому, что рынок довольно шумный сейчас. И нужно уметь выжидать правильную точку входа. Если вы будете торопиться, процент положительных сделок, к сожалению, будет очень низким. И это не позволит вам даже выбирать хорошим потенциалом, сделать торговую систему устойчивой. Поэтому любая стратегия возвращается к оценке статистического преимущества. Риск менеджмент и мани-менеджмент. То есть я вас отсылаю опять на тот вебинар, который был посвящен риск менеджменту и мани-менеджменту. А здесь вы должны ответить себе на простые вопросы. Каковы правила входа? Когда вы заходите? То есть у вас должно быть что-то прописано, чтобы не поторопиться, чтобы выждать наиболее правильный момент. Конечно, опыт будет играть большое значение. Потому что когда открываешь график, уже где-то внутри ты понимаешь, что нет, еще рано, я не понимаю эту ситуацию. И вот когда внутри ты понимаешь, что вот она ситуация, в которой я готов действовать, тогда да. Вы знаете, бывает даже открываешь график, скорее это с опытом приходит, по торговой системе, по количеству баров, ты понимаешь, что да, вход есть. Но внутри ты понимаешь, что что-то происходит здесь не так, я не готов здесь еще выделить риск. И как правило, это ощущение действительно подтверждается. Если вы видите, что-то происходит не так, лучше не лезть. Опять же, из опыта скорее это придет только со временем. Когда вы только-только знакомитесь с графиками, скорее всего, такого вот ощущения не будет происходить, потому что у вас глаз еще не наметан на графике. Поэтому, когда вы начинаете, просто должны быть жесткие правила торговой системы. На каком баре заходите, сколько свечей ждете или сколько там четырех часовок, часовок и так далее. Какой должен быть приблизительно, какая должна быть ситуация, в которой вы начинаете действовать. От этого отталкиваться, по крайней мере, это даст вам возможность набить свой глаз, поработать с графиками, собрать статистику и ее потом уже оптимизировать. Это хороший будет задел, это хороший будет первый шаг для построения в дальнейшем грамотной торговой системы. Ну, с наиболее высокими шансами на ее выживание. Ну, естественно, какой ожидаемый процент положительных сделок, вы должны ответить себе на вопрос, но это только со статистикой. И будет ли достаточен плановый потенциал, чтобы стратегия работала. То есть, опять же, эти все цифры вы начинаете предположительно строить торговую систему, прописывать по правилам торгового алгоритма, отрабатывать его, а потом уже на основании полученных цифр оптимизировать. Ну, и уже после этого, когда система оптимизирована, вы будете готовы действительно работать с полноценным риском. То этого я вам советую начинать с минимальных рисков, просто чтобы посмотреть, гипотетически ваши предположения верны или нет. К сожалению, трейдеры часто торопятся, идут сразу с полноценным риском, не отработав правила своей торговой системы и несут убытки. Потом происходит тильт, потом попытка отыграться, и это приводит к неблагоприятным последствиям. Не всегда будут складываться условия на рынке так, как вы бы хотели этого видеть. Вот этот вот день торговли с S&P 500, SPY – это торговый фонд ETF. В этот день, да, удалось забрать прибыль, но это было крайне сложно. Здесь буквально пришлось пипсовать с инструментом. Как вы видите, целый день он находился в рынже. И таких торговых сессий будет насчитываться очень и очень немало. Такие торговые сессии требуют максимальной концентрации и, естественно, понимания того, что происходит с ценой. То есть смотреть реакцию цены, смотреть, как проходит консолидация, могут ли продавить ниже или нет. Поясню. То есть инструмент открылся и начал торговаться в диапазоне. Я увидел тестирование нижней границы, увидел первый всплеск покупок и решил здесь зайти на продолжение. То есть я предполагал, что наконец цену поведут выше с учетом того, что был гэп и направление было выбрано рынком вверх. Но тем не менее вмешались некие факторы статистические или новостные, и рынок начали возить. Здесь я понял, что нужно будет работать короткими импульсами, брать вот такую вот пипсовку, только это позволит взять в этот день вероятнее прибыль. А рассчитывать на полноценное движение, скорее всего, в эту торговую сессию не приходится. Здесь два выбора. Либо вообще не торговать в эту торговую сессию, как только вы получили стоп, или как только вы увидели, что рынок начинает какие-то такие действия непонятные, либо действительно, если вы понимаете ситуацию, пытаться зацепить небольшие сделки. Но если вы идете на такой компромисс с рынком, вы должны, опять же, иметь статистическое преимущество. Только при высоком проценте положительных сделок это можно делать. Опять же, снизу я попытался откупить. Мне сначала не понравилась реакция цены, она не пошла сразу вверх, поэтому я с минимальными потерями покинул ее. И только после того, как я увидел, что рынок вниз не может пробить, я начал набирать позицию уже полноценную. И дальше уже от нее, как видите, избавляться. Здесь еще раз купил. Увидел, что рынок вверх не собирается. То есть вот такими вот короткими небольшими импульсами я продолжал работать. И это мне позволило взять, ну пусть скромную, но день закрыть в плюс. Стоят ли такие дни того или не стоят, это уже выбор каждого трейдера. То же самое было вот с безубытком и в последующей торговой сессии. Рынок неплохо направлялся, его начали придерживать. Было четко видно, что удерживался 443. Я дождался, чтобы инструмент попытался выйти выше 443, там 60. Этого рынок не смог сделать. Я переставил стоп-лосс безубыток, получил безубыток. Дальше я просто ушел с торговой системы, хотя, конечно, постфактум можно сказать, что надо было перезайти выше 443. Рынок сделал новый ложный пробой, пошел вверх. То есть, для чего это показывает? Что может показаться, что все это легко. Все это легко в алгоритме, на отдельных скринах, на примере прибыльных сделок. Но вы будете периодически сталкиваться вот именно с такими ситуациями, когда рынок где-то запилил, когда рынок вынуждает вас пойти на тильт, где вы должны вовремя остановиться и так далее. Именно поэтому многие идут на индикаторные торговые системы, чтобы это привести в некий четкий алгоритм действий. Потому что, к сожалению, без опыта все это скатывается в итоге в тильт, в попытку отыграться перед рынком. Я это все проходил и прекрасно представляю те ощущения, с которыми трейдеры сталкиваются на примере вот даже этих двух ситуаций. Если вы видите, что вы рынок не понимаете, лучше отступить. Вот таких вот торговых сессий, вот подобного рода, будет, наверное, больше половины, если не все 80%. И это накладывает определенные сложности. Рынок там, например, 2000-х, если вы посмотрите по стактам, или 2008-го, когда он падал, с паническими распродажами. Да, можно, как сказать, в чернозем воткнуть ветку, и она прорастет. И сравнить текущий рынок, который наполнен ликвидностью, который довольно шумный и который требует максимальной концентрации и предельно точных действий. Любая ошибка, любое небольшое изменение процента положительных сделок может повлечь уже серьезные отклонения от ожидаемых вами результатов. Вот торговая сессия. Вы, может, будете периодически упускать торговые сессии. То есть вы посчитаете, что в этот день нужно перевести дух. Поскольку интродейт торговля требует больших и умственных затрат, и физических затрат, то приходит момент, когда вы, например, выходите на торговую сессию, вы понимаете, что вы несколько истощены, вам нужно сделать паузу. Вы делаете паузу, а пока вы делаете паузу, рынок делает то, что вы бы хотели увидеть. То есть, например, в этой ситуации 444 одержали, попытались оттолкнуться от 445, и вот здесь вот уже первая неплохая была точка на пробой 445 вниз, и еще вторая с ретеста 444. Даже здесь нужно было сделать паузу и подождать, а не торопиться. Опять же, нужно привыкнуть к текущему характеру рынка. Поэтому периодически вы будете упускать моменты, просто потому что где-то вы перевели дух, отдохнули, где-то вы оказались не у торговой платформы, где-то засомневались. Но, как по мне, я считаю, что лучше упустить даже 8 моментов. Вы зайдете в полноценные 1-2 момента и заберете свое. Но это будет действительно с высокой вероятностью, с полным пониманием того, что вы делаете, и без эмоций. Как только подключаются эмоции трейдера, как только вы выдаете желаемое за действительность, начинаются все проблемы. Опять же, возвращаемся к сложностям, когда действительно сложно принимать решение. Вот взять по евро-доллару вот этот вот период долгой-долгой консолидации. В рамках этой консолидации, конечно, рассчитывать на какое-то хорошее трендовое движение, даже если вы получили идеальную точку входа, не приходится. То есть мы видим, что распилили диапазон и сверху, и снизу на новостном факторе, и еще раз здесь чуть выше пошли ложным пробоем. То есть, да, может показаться, что работать в таких условиях невыносимо. Какой выход? Либо брать локальные импульсы – это первый выход, либо второй выход – искать те инструменты, которые действительно дают трендовое движение, которые технически готовы пойти, в которых есть топливо для этого движения. То есть, ну, вот здесь вот принимать решение, вы понимаете, что очень сложно. Но, тем не менее, можно. Вот вам пример евро-доллара. Но это происходит не на четырехчасовом графике, не на дневном графике, а чисто локальном. То есть локально, если вы понимаете картину, вы ее можете взять. Опять же, вы идете от глобальной к локальной картине. Какой вы получаете ответ от глобальной картины? Что, скорее всего, от этого инструмента, вероятностно, вы не получите большое движение. Коль вы получаете такой ответ, что вы большое движение не получите, вы тогда уже склоняетесь к мнению, что если есть локальная ситуация, значит, нужно брать импульс и срочно выходить. Дал инструмент импульс, увидели идеальную точку входа, зашли и вышли, как только импульс начинает истощаться. Потому что глобальная картина говорит о том, что инструмент не готов к движению. Так здесь и было. То есть я увидел, что есть удержание 1.14.135. После продаж инструмент начинают выкупать и не отпускать вниз. Есть точка входа, есть обоснованная точка для постановки стопа. Вы можете поставить либо короткий, либо более длинный. Но здесь уже идет вопрос, опять же, о проценте положительных сделок. Берете вы потенциалом или более вероятностным исходом события. И дальше вы уже можете делить позицию на несколько частей. Опять же, у меня в наличии несколько торговых подходов для того, чтобы я мог приспосабливаться под рынок. То есть вы тоже приспосабливаетесь. У вас есть некий кейс, портфель стратегий, которыми вы пользуетесь. Это уровневые, пробоенные торговые системы и так далее. Опять же, у каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. И все необходимо по итогу смотреть через призму статистики и далее оптимизировать. Вновь даю вот ту отсылку на риск менеджмент и money management на тот вебинар. Мы видим, что периодически будут у вас отрабатывать пробоенные стратегии. Хотя здесь даже на истощение, что довольно редко происходит, обычно инструмент подходит, консолидируется, потом идет пробой. Здесь даже без консолидации идет снизу поднонаправленный тренд. Можно отрабатывать отбойные торговые системы, но они тоже могут иметь вот такие вот ложные пробои. То есть везде есть свои нюансы, везде рынок может пошуметь, поразводить. И к этому тоже нужно быть заготовым, нужно закладывать в торговую стратегию. То есть каков процент положительных сделок вы получаете, сколько вы должны взять потенциал, можете ли вы это рассчитывать по волатильности и так далее. То есть это все должно быть прописано, это все должно быть изучено. Тоже вариант пробойной системы, то есть пробойного момента. Ну здесь он более понятный, потому что в отличие от этой ситуации, которую вам привел, вот эта вот ситуация уже интереснее. Инструмент начали подводить и здесь уже на подходе к сопротивлению рынок консолидируется. И только с консолидацией идет пробой. Новая консолидация, новое движение. Вот эта ситуация уже понятнее. Вот эта ситуация красивая постфактум, скажем так. Тот же Dow Jones и его характер хода. Было ли реально зайти вот здесь вот от 34.917? Вряд ли. Быстро одной свечой. На возврат, да, уже более реально. Но тогда стоп выходит больше. Опять же, ответ должны вы дать себе на вопрос, устраивает это или нет. Как мы видим, характер хода, то есть хочется видеть те красивые классические картинки с четким удержанием уровня цен в цент в цент. Ну хотя бы как вот было здесь, но прежде чем рынок удержал цен в цент, мы видим, насколько он пошумел, насколько прошла борьба. То есть умение ждать, опять же, будет ключевым фактором. Здесь же он даже без четкого удержания цен в цент просто сделал ретест и потом пошел вниз. Поэтому при построении, опять же, торговой системы должны быть зафиксированы те ситуации, которые вы понимаете, которые вы готовы торговать. Вот эта ситуация для инструмента, вот как и здесь, так и здесь, она более-менее читаемая. То есть инструмент довольно часто себя ведет именно таким образом. Поэтому вы когда берете какой-либо инструмент, начинаете с ним работать. Чем хорошо, когда вы работаете с постоянным набором инструментов? Вы к ним уже привыкаете, вы начинаете привыкать к их характеру хода, вы начинаете их уже считывать. Когда у вас более полный перечень, например, вы работаете с акциями, есть нюанс в том, что акции могут встречаться вам незнакомые, вы еще не успели привыкнуть к их характеру хода. Но преимущество в том, что если акция отчетная, она может по волатильности гораздо больше пройти. То есть, опять же, я говорю о том, что у каждой торговой системы есть свои минусы и свои плюсы. И опять, Dow Jones. То есть, как мы видим, тех, кто спешит, тот, к сожалению, будет иметь проблемы. Ложный пробой, трейдер зашел, еще один ложный пробой, и хватит ли сил ему еще раз потом перезайти и перезайти. Инструмент, скорее всего, вытащит все силы, если трейдер не дисциплинирован, если трейдер не готов выжидать столько, сколько требует от этого характера движения инструмента. Вот еще один пример по доллару и иене, да, локальный пример. То есть, прежде чем я зашел в этот инструмент, я ему дал, опять же, определиться, отконсолидироваться. И только после того, как мне стала картинка понятна, когда его несколько раз не смогли пробить все ниже и ниже, с новыми консолидациями, я понял, что очередная консолидация и попытка продажи не состоялась. И этот импульс может дать, то есть здесь вероятность, скажем так, ответ на вопрос, может ли эта ситуация быть топливной, движение, импульс, да. Как только я получаю себе ответ на вопрос, может ли здесь быть преимущество, может ли здесь быть импульс, мне эта ситуация становится интересной. То есть самое важное – это движение. Движение – это жизнь для торговой системы. Еще один пример, да, с Доу Джонсом. И насколько важно еще уметь, если вы пользуетесь импульсными подходами, насколько важно еще вовремя выйти. Если вы вовремя не вышли, вы растеряли всю прибыль. Поэтому нужно оценивать глобально. Если инструмент глобально не готов двигаться, если вы видите, что инструмент могут выкупать, то вы должны четко действовать вовремя и успеть забирать свою прибыль. Если вы видите глобально, что инструмент находится в среднесрочном тренде, вы можете из него извлечь гораздо больше, то да, вы можете вытащить из него гораздо больше движений. Движений от потенциала и по проценту положительных сделок. Ну, я здесь как раз написал. Картины из разряда «Кто не успел зафиксировать, тот опоздал». Фиксация прямо перед открытием регулярной торговой сессии. Почему? Потому что на регулярной торговой сессии как раз повышается волатильность, и все короткие стопы могут быть сняты. Поэтому здесь нужно, опять же, понимать таймер, когда волатильность может подняться настолько, что собрать даже самые отдаленные стопы. Тот же там новостной фактор, ПРС и так далее. Даже, как вы видите, начало регулярной торговой сессии влечет за собой поднятие волатильности. Где традиционно взлетает волатильность, уменьшается вероятность потенциала от короткого стопа. Но периодически, когда вы видите, что дальше идет пустая зона, вы можете забирать и большие движения. То есть от более глобальной картины к локальной. Вы видите консолидация, четкая консолидация. Инструмент не смог очередной раз пойти вверх. И уже точка входа именно на пробойную стратегию в данном случае 1783. Будут у вас встречаться и подобные торговые дни, когда инструмент вроде торгуется довольно плотно, без особо сильных движений. Но хорошо понимая ситуацию, вам удастся даже забирать небольшие вот такие вот импульсные движения и формировать неплохой результат дня. Первый вход был грубая ошибка. Здесь, конечно, не стоило заходить. Здесь ничего не было понятно. Поторопился. Это то, о чем я говорил. Но самое важное, чтобы поторопился не превращалось в стиль. То есть я поторопился, я вступил, все. Я дальше действовал уже только тогда, когда я стал понимать, когда инструмент с консолидацией не смог пойти вверх, я уже начал действовать наверняка. То есть вот они были взяты. Одно движение, потом фиксация, еще одно движение, два небольших движения, фиксация, еще одно движение, фиксация. Специально я вам показал несколько примеров, как может выглядеть торговля, как можно охарактеризовать тот или иной подход, чтобы сначала вы ощутили те сложности, которые может вам преподносить рынок. И теперь я уже хочу это все резюмировать, то есть на что стоит обратить внимание, как вот все вот эти вот нюансы собрать в единое целое. То есть как из этого построить торговую систему. Как я уже сказал, есть конструктор алгоритма, с которым вы можете поработать, с которым вы можете заложить свои основные идеи. Здесь уже ключевые элементы торговой системы. Что может включать в себя торговая система? Естественно, это идея. Преимущество. Какое у вас преимущество? Что даст топливо для движения инструментов? Что даст возможность построить потенциал, получить потенциал от процента положительных сделок? То есть для существенного изменения цены должно быть топливо. Должна быть какая-то консолидация, драйвер новостной. Что-то должно быть, что движет ценой. Если инструмент, как говорят, мертвый, он находится вокруг какой-то точки, то скорее всего у вас попили, то процент положительных сделок будет невысок. Поэтому идея важна. Вы должны понимать, в чем ваше преимущество и ваша идея. То есть вот торговля без идей просто приведет в тупик. Ну зашли вы, да, вы увидели там уровень поддержки. А что дальше вы будете с этим делать? Где вы будете фиксировать, на каком баре заходить, какой у вас будет стоп. То есть все это вы должны понимать. Какие идеи бывают, я сегодня уже описал. Фундаментальные, технические, индикаторные. Каждый из этих подходов, я вот заранее опубликовал, вам уже, мы уже это изучили. То есть вы уже имеете представление, какие бывают идеи. И какие у них есть плюсы и минусы. Дальше вы уже самостоятельно выбираете ту идею, которая вам наиболее близка. Опыт и знание. Понимание рынка. Интерпретация действий крупного капитала. Соответственно, и процент положительных сделок. Конечно, когда вы увидите график, вы понимаете характер движения хода, то вы имеете шансы получить более высокий процент положительных сделок. Дальше, вот уже, опять же, возвращаясь к графику, вы отвечаете на вопрос, есть ли топливо для пробоя. Каков АТА в этом инструменте? Какова волатильность в нем? То есть вы увидели точку излома, вы увидели ложный пробой, и вы должны ответить на вопрос, есть ли топливо. Да, есть, потому что здесь ключевая точка. Есть неудавшийся пробой. И, скорее всего, отступление покупателей приведет к импульсному движению. Почему нет импульса на пробой важного дневного уровня? Опять же, вопрос. То есть, если картинка не складывается на пробой, скорее всего, будет вероятность на то, что актуален обратный сценарий. И есть ли потенциал, есть ли я продам? Это обязательно ответ на вопрос. Если здесь будет шумная зона, и потенциала не будет, то, естественно, эта сделка не имеет смысла. Потому что стоп будет большой, а потенциал не высок. Но поскольку мы видим, что здесь чистая зона движения, то такой сценарий имеет место быть. И сделка становится интересной. Дальше. 15-минутный график. Если будет импульс, то покупатели, толкающие цену от локальной базы, будут пытаться ее удерживать. Логично? Логично. Есть сопротивление, есть удержание, есть попытка пробоя. А что, если этот уровень уберут, снесут его? То есть, если покупатели его не удержат, что будет? Скорее всего, будет отступление, пойдут объемы. Если база не удерживается, то вероятность отступления покупателей высока. Именно так отрабатывается идея того же 126733 от глобальной к локальной картине. То есть, вы понимаете глобальное происходящее, вы переходите к локальной картине и уже непосредственно смотрите характер движения и момент точки входа. Ключевые элементы торговой системы также, кроме идеи, что должно быть? Идея мы с вами обсудили. Точка входа, правила, паттерны. То есть, что вы отрабатываете, какая закономерность, за которой вы наблюдаете. Я не очень люблю слово паттерны, потому что определенный паттерн может сегодня работать, завтра не работать. Я в целом говорю про паттерны, про характер движения цены. То есть, что происходит с ценой, что она обычно делает и что происходит, если не происходят привычные вещи. То есть, каждый раз вы наблюдаете за инструментом, за его характером хода. Ну и классические точки входа, пробой, отбой, ложный пробой, сложный ложный пробой. Я думаю, вы уже, возможно, этими знаниями обладаете. И для вас это далеко не секрет, не открытие. То есть, пробойные торговые стратегии, отбойные, когда в цент удерживается уровень, ложный пробой и сложный ложный пробой. То есть, это, скажем так, основные моменты, технические моменты точки входа от уровня. Дальше. Риск-менеджмент и мани-менеджмент, который был отдельно обсужден в вебинаре. Вы можете его также посмотреть. Процент риска, правило риск, технический или математический. Все это также закладывается в правила торговой системы. Алгоритм трейдера. Вы можете воспользоваться конструктором алгоритма и заложить, и сделать свой первый шаг, заложить основы для того, чтобы вы могли собрать статистику. То есть, график подготовки и торгов, идея, паттерн, точка входа, как он должен выглядеть, когда вы заходите. Особенно на начальном этапе вы должны это заложить, чтобы не торопиться, не тельтовать, не отыгрываться перед рынком, чтобы собрать полноценную статистику. Риск-менеджмент и мани-менеджмент. Это математическое ожидание торговой системы. Сначала закладывается математическое ожидание, а потом подтверждается на статистике. Итак, идея, точка входа, риск-менеджмент и мани-менеджмент, алгоритм и сбор статистики. Ну, статисты говорят, что 100-200 идентичных идей должно отработиться. Или 100-200 аналогичных сделок. Ну, могу сказать с точки зрения опыта, что, наверное, даже на основании 30-50 уже можно делать первые выводы. Но все-таки, чтобы попасть в разные фазы рынка и посмотреть, как работает торговая система, более правильно, конечно, 100-200 идентичных идей отработать. Тогда вы будете знать все сильные и слабые стороны торговой системы и сформировать уже адекватную модель математики. То есть, какой процент положительных сделок, сколько потенциала обычно забираете, при какой волатильности и так далее. То есть, ответить на все эти вопросы. Да, это много, да, это требует времени. Но на практике очень часто происходит так, что трейдер ухватил какую-то торговую систему и начал отрабатывать. 5-10 сделок не пошло, выбросил. 5-10 сделок не прошло. И в итоге он не понимает вообще, что можно оптимизировать. То есть, просто вот такой замкнутый круг экспериментов, которые не имеют никакого статистического обоснования. Я обычно смотрю в статистике. Ну, вот такие вот правила. То есть, как видите, я еще показывал на вебинаре от 2017 года, и эти правила анализа статистики не поменялись и по сей день. То есть, валовый доход, валовой доход, валовой убыток, прибыль до комиссии, комиссия, чистая прибыль, процент прибыльных сделок по отношению к убыточным, сделок с прибылью количество, сделок с убытком, безубыточные сделки. По проценту все это расписываю. Средний риск на одну сделку, процент среднего риска с комиссией на депозиты, средняя прибыль на одну сделку, соотношение чистая прибыль-убыток. То есть, уровень просадки обязательно, чтобы вы могли посчитать, какой приемлемый риск на одну сделку. Абсолютная относительная просадка, ретабельность от депозита и количество календарных дней. То есть, вы, конечно, можете воспользоваться автоматическими сервисами сбора статистики. Ну, я привык больше это все делать руками, заносить руками, прочувствовать каждую цифру. То есть, это выбор уже каждого трейдера. Но то, что необходимо работать со статистикой, это однозначно. По итогу, вот все эти правила можно заключить вот в такую финальную картину. Это идея, точка входа, риск менеджмент и мани-менеджмент, алгоритм, сбор статистики, оптимизация и формирование окончательного рабочего алгоритма. И только после того, как вы проделали все эти шаги, после того, как у вас уже имеется выверенная торговая система, вы знаете все преимущества и недостатки своей торговой системы, в каких условиях вы готовы действовать наиболее вероятностно, что дает вам рыночное... То есть, в каких рыночных условиях вы обладаете наивысшей точкой эффективности, где у вас наибольшая вероятность исполнения положительных торговых сделок, именно это будет определять вашу дальнейшую судьбу как трейдера. То есть, сначала вы идете вот идеи, сначала вы подразумеваете, какой вы из этой торговой системы извлечете, какую извлечете, скорее всего, прибыль, какая будет просадка. То есть, сначала вы предполагаете, формируете лист предположений. После этого вы отрабатываете статистику, смотрите нюансы, оптимизируете, и только после этого у вас получается действительно оптимизированная, готовая торговая система, с которой вы можете работать. Если этого нету, то, скорее всего, торговля на рынке – это всего лишь некий род игры, то есть азартные игры или не азартные, способ получить адреналин или сорвать какой-то отдельный куш в отдельной сделке. Если мы говорим про систематичный подход, он должен включать все эти этапы подготовки, все эти нюансы, все эти пункты работы с торговой системой. Надеюсь, этот вебинар мне удалось донести все основные ключевые факторы формирования торговой системы. В заключение еще раз напомню про подписку на канал, если вы желаете не пропускать новые видео. Лучшая благодарность, лайк под этим видео. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok